Из Италии на Кубань с остановкой в Москве. Необычный гость прибыл в Сочи, чтобы спасти каштаны. Их практически уничтожил опасный вредитель. И ученым пришлось пойти на необычный эксперимент для защиты деревьев. Зовут спасителя Таримус. Кто он и как поможет городу, расскажет Юлия Проценко. Инвазивный вредитель практически полностью уничтожил дикий каштан в Сочи, который произрастает только в горах. Опасная насекомая называют орехотворкой. Ее завезли в период подготовки к Олимпийским играм. На сегодня больше половины насаждений каштана, по данным ученых, поражены. Деревья погибают. Спасти их надеются с помощью энтомофагов. Это хищные насекомые, которые будут охотиться на вредителей. Коллегами из Италии нам была передана коробка с головами орехотворкой, из которой в нашем институте, в лаборатории мы вывели взрослых особей Таримуса, которого мы выпустим здесь, против борьбы с орехотворкой. Живой груз доставили в Сочи сразу же после того, как из личинок вывели взрослых особей Таримуса. Город стал первой площадкой в России, где протестируют биологический способ защиты от вредителей. Разработана в Западной Европе, в частности в Италии. Она была пионером этого направления. Затем присоединились и другие страны со схожим климатом. Это оса. Она, правда, очень маленькая. На осу не похоже. Больше похоже на маленького муравьишку с крыльями. Мал да удал, говорят учёные. Первые подвиги Таримуса они наблюдают на экспериментальных модульных площадках. Это накрытой сеткой небольшие территории с молодым каштаном, который уже заражён орехотворкой. Применение, в первую очередь, энтомофагов для борьбы с инвазивными вредителями – это возможно, это нужно, а самое главное – это востребуется. Битва Таримуса против орехотворки скоро начнётся в Красной Поляне. Там планируют выпустить несколько сотен особей. В дальнейшем насекомых будут размножать в Сочинском национальном парке. Там даже создадут специальную лабораторию. Учёные говорят, что их устроит только полная и безоговорочная победа над вредителем. Тогда сочинские каштаны будут в безопасности. От последствий такой войны экосистема не пострадает. Юлия Проценко, Сергей Щербин, Кубань, 24, Сочи.